Дорогие товарищи, прежде чем начать читать доклад, я хотел бы обратиться к вам, слушателям в зале, так как большинство здесь молодежь, то хотел бы вам напомнить следующее, что вы знаете о том, что наука, как правило, начинается у нас и вообще во всем мире с арифметики, а высшая математика, вы узнаете, что она обязательно должна идти после арифметики. С другой стороны, вы также хорошо знаете о том, что есть учебник, в котором рассказывается теория, как надо что-то делать, какие правила должны быть в действиях тех или иных задач, но есть еще и к учебникам задачники, где находятся примеры, которые при определенных условиях мы можем говорить, как эта задача может быть решена на основе теории, изложенной в учебниках. Вот я хотел бы вам сказать также о том, что марксизм это тоже учение, при том же научное учение, а раз любое научное учение, то его можно и нужно изучать. И вопрос стоит вот марксизма о том, что мы можем, как говорится, бороться за смену общественно-экономической формации и ее поднять на более высокий уровень, это только лишь через революцию, это так учит нас марксизм. Поэтому марксизм это тоже, у него есть также арифметика, это так называемый манифест коммунистической партии, и также есть у них и высшая математика, это капитал, который писал Маркс вместе с Эльгинсом. С другой стороны, как раз вот учебник или учение, которое создал Маркс, называется он Марксизм. А вот Ленин, это человек, который изучая марксизм, ну изучая его, он увидел то, откуда появился марксизм, и он тоже написал такую книгу, как называемая «Три источника, три составные части марксизма». Вот этот Ленин, он изучая марксизм, показал и убедился на основе изучения марксизма, что построить новое общество в лице социализма можно только через революцию. Никаких парламентским путем добиться этого нельзя. И поэтому Ленин в свое время сказал, что «а мы пойдем другим путем». То есть это противовес того, что вся Европа, социал-демократические партии, европейские государства в то время хотели, как говорится, пробиться в социализм через парламент. Но, увы, Ленин говорил, что «мы пойдем другим путем». И поэтому Ленин, вот это его, он создавал, ну как бы задачи, практические дела. Он создавал, рассматривал в России, да при каких условиях можно построить или реализовать марксизм на практике. Именно Ленин. И он этих работ создал, такие тоже гениальные работы, которые нужно изучать. Это есть, что первое, империализм как высшая стадия капитализма, которая показывает о том, что хотим мы или не хотим, мы непременно придем к новому общественной формации, а именно к коммунизму. Первая стадия, которая социализм. И вторая, очень большая работа, это было написано «Государство и революция», в которой он тоже показал о том, что хотим мы или не хотим, но новое государство, новые общественные отношения могут быть построены только лишь через революцию. Поэтому, вот с моей точки зрения, классиков марксизма-ленинизма Маркс и Ленин нужно рассматривать их так. Учение Маркса это есть как учебник, а учение Ленина это есть как задачи, которые показывают, как, при каких условиях можно применять марксизм. Но так усложилась история, что Маркс разработал, когда он умер, его последователем и при жизни стал Энгельс. Именно Энгельс потом сформировал все его работы в единую систему, которую и называют тот марксизм-ленинизм. Прошу прощения, марксизм-Энгельс. Маркс и Энгельс. Все работы пишутся под иметь маркса и Энгельса. А вот когда умер Ленин, его работы также на практике продолжить практические действия в государстве оказался Сталин. И вот именно Сталин был истинным продолжателем Ленина, его работ. И если вспомнить историю, то получается так, что до Хрущева, когда вот умер, и до того, как Хрущев стал первым руководителем государства Советского Союза, на эмблемах всегда было четыре лица. Макс, Энгельс, Ленин и Сталин. То есть здесь вот двое теоретиков и двое практиков истории социалистического развития общества. И вот один из них как раз продолжатель дела именно Ленина был Сталин. И вот поэтому здесь у него 21 декабря будет 140-летие со дня рождения его. Поэтому вот посвящено как раз к этому деятелю в связи с 140-й годовщиной со дня его рождения. Ну и вот перехожу непосредственно в доклад. Дважды в году прогрессивное человечество отмечает и день рождения 21 декабря, и день памяти 5 марта Иосифа Виссарионовича Сталина. Вспоминает громад грандиозные события и дела, которые он вершил. Вся его жизнь прошла в трудное и суровое время для России. Именно поэтому он был очень сложен, противоречив и многогранен как личность. Для одних великий вождь, отец народов, мудрый государственный деятель. Для других кровожадный злодей, властолюбец, диктатор, преступник с параноидальной психотерапией. Но тем не менее, до сих пор никто не дал вразумительного ответа на вопрос, почему рядовые бойцы на полях сражений Великой Отечественной войны, поднимаясь навстречу пулем и возможной смертью, кричали «За Родину! За Сталина!». А когда он умер 5 марта 1953 года, его смерть оплакивала вся страна. Многие сегодня судят о поступках Сталина так, как преподнесут информацию о нем в современных проправительственных телепередачах, газетах, книгах, журналах и т.д. То есть судят о нем благодаря различным измышлениям пишущей братве политической конъюнктуры, а также под влиянием идеологических и нравственных убеждений современных авторов этих информационных источников. И главное направление их публикации, что, мол, Сталин – жестокий глава государства. Бесспорно, к любому главе государства, в том числе Ивану Грозному, Петру Первому, Сталину, Ельцину, Путину можно приписать «жестокий». Но при этом жестокость необходимо рассматривать как необходимое средство в процессе создания тех условий жизни, в которых одни руководители живут на благо людям и стране, другие – на защиту интересов владельцев частной собственности и личного обогащения. И поэтому цену жестокости необходимо рассматривать исключительно с классовых позиций. Именно поэтому современные эффективные собственники дают положительную оценку жестокости Ельцина и Путина и отрицательную оценку жестокости Сталина, в то время как обманутые и обобранные россияне, доведенные до нищенского существования, дают им противоположные оценки жестокости. Пишущая братва от политической конъюнктуры утверждает, что в СССР все было направлено на восхваление Сталина, на раздувание культа личности. Но, как показала жизнь, это и есть тактический прием его извечных улителей, основанный на лжи, перебергивании фактов, обмане, охмурении людей. Однако те, кто жил и работал вместе со Сталином, утверждали, что он был образцом скромности и порядочности как в быту, так и на службе. Работал день и ночь, за границу не ездил, одни ботинки и китель носил годами. Жил на государственной квартире и даче, причем довольно скромных для главы великого государства. В день смерти Сталина в его тумбочке нашли лишь очередную зарплату. Опись личного имущества. Четыре кителя, десять брюк, четыре шинели, четыре фуражки, пять курительных трубок. В спальне обнаружена сберегательная книжка, в ней записано 900 рублей. Вот все богатство Сталина. Квартира государственная, в ней теперь архив президента, дача государственная, переданная новым хозяевам. Но позволим мы перечислить тебе основные знаки отличия, которые характеризуют заслуги и итог жизни, деятельности Иосифа Вестарионовича Сталина. 21 декабря 1879 году родился Иосиф Вестарионович Джугашвили Сталин. В городе Горе родился в Тифлийской губернии, это Грузия. 1888-1894 года обучался в Горийском духовном училище. В 1894-1899 годы. Молодые товарищи, эти студенты, приятно быть в аудитории, когда молодые лица, глаза пытливо пытаются понять, что же сегодня нам почитали, высказали, в чем нас сегодня убеждали. Причем, ну, двойная пара у вас получилась. Полная пара, да? Да, полная. Ну, трудно, трудно освоить и осознать все, что Владимир Николаевич рассказал, показал. Я бы первую, вторую часть с удовольствием принял, а третью часть разделил бы примерно на пять. И вот эти вот ужасы, которые здесь рассказывались, дал бы более корректно, без всякого субъективизма. Я хочу сказать о том, что я родился, еще Сталин был жив, он умер только через три года. Причем у моей мамы, Лидии Алексеевны, день рождения 5 марта и в 1953 году собирались отмечать там 26 лет со дня рождения моей матери комсомолки. И никакого дня рождения не было, были слезы, были поминания Иосифа, Иосифа, Иосифовича Сталина. Это было очень объективно. Я там в эти три года мало чего понимал. А вот когда научился читать еще перед школой, я нашел газеты, и «Правды», и другие газеты того периода. Март, апрель 1953 года. И сам прочитал, и видел фотографии, и потом была хроника. Я вам прямо скажу. Да и со слов моего отца, который вступил в ВКПВ, партию коммунистов в 1942 году, в самое тяжелое время. Я хочу сказать, что жить советский народ очень трудно. Но то, что за короткий исторический период с 1917 года по, ну скажем так, 90-й год, прошли такой, такой, трудно сказать даже, такой, значит, такую прожили жизнь буквально несколько поколений, когда действительно босоногой, лапотной России, проигравши несколько войн до этого, почти были готовы к Великой Отечественной войне, и на марше подготовили экономику, усилили ее, и создали все виды вооружений, для того, чтобы все-таки получить определенный перевес и победить. И росло благосостояние людей, и росли зарплаты, и ежегодно понижались цены. Почитайте, почитайте исторические материалы, в том числе за подписью Сталина. Жестко соблюдался принцип роста заработных плат и благосостояния, чего сейчас абсолютно нет, я чуть позже об этом скажу. Вот, поэтому, то, что сегодня рассказал Владимир Николаевич, это хорошо, здорово, но я думаю, для вас осознание такой великой исторической фигуры, как Сталин, ну, наверное, если до этого вы не изучали эту тему, только начало, только начало. Вот, там в задних рядах я книжку давал, вы не потеряли их, ребята? Просьба привесить, пожалуйста, сюда. Я хотел бы сказать, особенно обращаясь, конечно, к студентам, к молодым, понимаете, только тяга к знаниям, только стремление, стремление изучить все, что вам преподается, весь курс, все предметы, стремление не просто за хорошую оценку или отличную, а для того, чтобы обогатить себя знаниями, только такой подход приведет вас к успешной дальнейшей жизни. Вот мы жили в такое время, когда без огорода, без сарайчика, где выращивали или поросенка, или 15 курочек, или, значит, кроликов, вообще трудно было почувствовать вкус мяса там, или регулярно употреблять яйца в пищу, или поработав на огороде, вот я с сестрой, в основном на нас это было, можно было заготовить, знаете, вот там, несколько мешков картошки, морковь, свеклу, значит, лук, огурцы, помидоры, консервацию там и так далее, и так далее. Без этого было очень трудно, и мало было таких, кто обходился, таких тоже было мало, вот как тут партийная фонса звучала, и так далее. Значит, поэтому труд, учеба, уважение старших, я, например, после 9 класса, я работал на укладке асфальта дорожным рабочим, принес денег за полтора месяца, больше, чем моя мама за библиотеку в воинской части получала в месяц, и помогли отец заработать, и пошли в школу дальше. В институте строят ряд, два сезона. Поработали на себе, возводили из бруса 17-ти венцовые дома, двухквартирные, достраивали детский сад, и неплохо при этом зарабатывали. Ну, а те, кто попадал на Путину или еще куда-то, ну, там, конечно, было очень здорово. Поэтому, вот, думаю, без этого и сейчас не обойтись. И ничего в этом постыдного или, там, такого стрёмного нет. Ну, конечно, можно заниматься сейчас и другой работой, и я знаю, что некоторые ребята подрабатывают, да и правильно делайте, и физически крепче будете, и мыслить не будете, мыслить будете по-новому. Поэтому у нас дома в библиотеке хранились у родителей книги о Великой Отечественной войне, за Родину, за Сталина называлась, или там, штурм Берлина. И я в детстве с удовольствием читал книги фронтовых писателей. И Константин Симонов «Живые и мертвые», еще несколько книг. И Юрий Бондарев «Горячий снег», или «Батальоны просят огня», и так далее, и так далее, и так далее. Я предлагаю вам и это читать, или иногда на канале, например, «Красная звезда» идут прекрасные фильмы, довоенные, там, 20-30-х годов, и военные, и послевоенные. Ну, например, фильм «Председатель». Да, Боже мой, я бы перечислял очень долго. У меня отец, беспризорник гражданской войны, воспитывался в детском доме. В армию пошел с семью классами. Но он командовал зенитным орудием, потом батареей во время войны, а потом стал офицером. Самостоятельно закончил еще и среднюю школу. Мать, в 14 лет, во время войны, потеряв свою мать, семья была 5 человек, мало-мало меньше. В 14 лет пошла она работать лаборантом на Артемовскую ГРЭС. Вот. И в 1945 году, в 18 лет, получила медаль за доблестный труд Великой Отечественной войны. Понимаете? И раньше мы всегда думали и спорили, есть ли сейчас в жизни место подвигу. А я думаю, есть. Если вы анализируете ситуацию в экономике, в социальной жизни нашей страны сейчас, экономика стагнирует. Реальные доходы граждан топчутся на месте уже 5 лет. Реальные доходы. А почему у нас, например, считается благо увеличивать или повышать заработную плату пенсии именно на уровень инфляции? Но здесь же не учитываются налоги, здесь же не учитываются другие выплаты. Неплатное, извините, здравоохранение, неплатный спорт, неплатная культура. Да и в образовании вы тоже знаете, что не просто так. В Конституции все это бесплатно. Мы социальное государство. А на самом деле расслоение достигло коэффициента 8, 10, 15 и больше. Хотя даже американцы считают, если низшие 10% получают зарплату в 5-6 раз меньше, чем высшие 10% доходы получают, это уже предпосылка к социальному взрыву. А у нас как? Ну что, мы не знаем оплаты наших эффективных менеджеров, которые разваливают экономику. Поэтому вам надо мыслить и над тем, какое место вы займете в обществе после обучения. За это место надо будет бороться. И для этого нужны будут опыты, хоть какой-то. И нормальные мазки, извините за уважение. Что касается Сталина, а еще и Ленина, пауза театральная. Кто вздохнул-то? И по поводу... Я закончил в 22-го года Хабаровский политический институт технологии машиностроения, металлолеживающие станки и инструменты. Начал работать, уехал из семьи, работал на заводе «Осколь» во Синие. Я прошел и трудовую закалку, и комсомольскую. В 25-24 года стал кандидатом к члену КПСС, потом членом партии. Вот уже 45 лет, можно сказать. Я в 25 лет был депутатом городского совета. Вторым старем в Арсенийском горкоме комсомола. Потом первым в Далереченском. До 33 лет я был комсомольцем, потому что возглавлял отдел рабочей сельской молодежи Приморского горкома КПСС, ВЛКСМ. Учился в высшей партийной школе. Была такая возможность, не всем, но тем, кто проявлял себя в работе, предоставляли такое право. Два года очно в Хабаровске. Вот там я имел несколько толстых тетрадей конспектов и капитал Маркса, и работы Энгельса, и работы Ленина и Сталина. И вот здесь рассказали сегодня, да, конечно, очень мало за такой период времени. Вот эта книга, которую мне подарил товарищ, это документы. Я вот по вечерам ее потихоньку читаю. И вот образ Иосифа Иосифа Иосифовича Сталина, он предстает живым. Потому что он не просто был, значит, грузин. Он писал прекрасные стихи. Он потом писал прекрасные работы, которые помогали, печатались правде, которые помогали рабочему классу, крестьянинам разбираться в том, что такое жизнь вот на сегодня, кто прав, кто виноват и куда идти. Вот, он сделал сам себя. И вот его личная переписка, она очень трогательна, потому что он был живой человек. Он и любил, у него были дети. Кстати, к детям он относился довольно-таки строго. И когда один из его сыновей попал в немецкий плен, ему было предложено обменять его на одного из генералов немецких, он сказал, мы солдат на генералов не меняем. А это был его сын. А если бы он сделал так, как велело ему сердце, там, или жена подсказывала, обменял бы, что бы подумал русский советский народ. Это у нас сейчас все можно. Этим, кто власть. Поэтому то, что мы 21 декабря отметим 140-летие со дня рождения великого человека, руководителя нашего государства на протяжении что-то около 30 лет, сейчас не посчитаешь. Вот он, этот рубеж, он дает нам возможность изучить на примере того же Сталина жизнь и возможность каждому определить свой путь в жизни, мечту и постараться этого добиться. Поверьте, конечно, это нелегко. Здесь сидят и ветераны, и мои товарищи, которым и под 70, и за 70. Они могут тоже рассказать еще очень-очень много. Но я считаю, что это люди, которые и в войну, и после войны, и далее, до 91-го года были монолитно убеждены в том, что социализм построили, будем строить коммунизм. Нас пытались десятки лет через войны, через агрессии победить извне, а победили изнутри, оболгав, посулив низкопробное, вот американское, то, что они называют образ жизни. И, к сожалению, у нас оказались категории людей, слои людей, которые продолжали держаться за корни своего родства, за то, что кто-то служил белогвардейской или царской армии и остался верен царизму, монархизму. У нас было целое сословие духовенства. Это были самые крупные владельцы земли в России. А сейчас они тоже на коне, извините. Причем приельцами они пополняли свои запасы и начинали строить десятки, сотни храмов за то, что в страну пошел поток водки, сигарет, всякого зелья, без всяких пошин. Сейчас уже появились капелланы в российской армии, и сейчас в моем родном России была на холозе небольшая церковь, которую сам срубил Михаил Иванович Лепри, церковник. А сейчас там и большой храм стоит, и в парке Асхольд еще один достраивается. Это тоже сословие. И когда я зашел, спросил матушку, матушка, ну вот зачем вы строите вот с батюшкой новый храм? Ну каждому надо же свой приход иметь. Надо же зарабатывать. На ком? На чем? Вот поэтому надо стараться, стремиться к тому, чтобы распознавать в нынешней жизни, кто прав, кто виноват, и кто куда ведет или заманивает. И вот для этого, ребята, и сегодняшнее мероприятие, и те лекции, которые читает Владимир Николаевич, вам, уважаемые студенты, и есть Коммунистическая партия Российской Федерации, и есть Ленинский коммунистический союз молодежи России. Вот поверьте, это, конечно, трудно, сложно, совместно, в меньшей обязанности появляется новое, но это интересно, и это свой путь в жизни. В 91-м году я возглавлял Васильевский городской комитет КПСС. Мне было всего менее 40 лет. Но совершился переворот, запретили КПСС. Я пришел на завод Аскольд, где начинал, меня не приняли, испугались. Хорошо, что на соседнем заводе «Прогресс» директор сказал, Владимир, я тебя возьму на работу, но ты руководителя в ближайшие годы не будешь. И за 8 лет работы твоей компании «Прогресс» я был замначальника конструкторско-технологического бюро товаров народного потребления, заместителем по экономике начальника производства бытовых машин, ну это стиралки, центрифуги, так далее, так далее, так далее, заместителем главного метролога. Но когда на «Прогрессе» прекратилась выплата средств за выполнение госзаказа, когда перестал поступать госзаказ на предприятие, когда зарплату не выплачивали по году, профсоюзный комитет и передовые рабочие инженеры создали забастовочный комитет в середине 90-х годов. И это было очень сложно и трудно. Я был членом этого забастовочного комитета, и мы добились, чтобы к нам приехал губернатор Настратенко Евгений Иванович, полномочный представитель по Приморскому краю президента Кондратов. Мы заставили работать руководство завода, гоняли их в Москву и потихоньку, потихоньку работа пошла, и к 2000-м годам завод заработал. Кстати, сейчас он опять в тяжелой ситуации, потому что к руководству концернов, вертолеты России пришел господин Табуреткин, так называли бывшего министра обороны Сердюкова. И грядет очередная оптимизация, которая к 2025 году надо освободить производственную площадь, цеховую площадь, на 61 тысячу квадратных метров. А сколько человек? За год мы потеряли численность. Мы с 2500 до 7000 подняли численность. К-52 сделали госзаказ для вооруженных сил России около 50 вертолетов для Египта и готовы еще делать. Но пока приостановились, хотя они прекрасно себе показали в Сирии, их надо только совершенствовать. Подняли в воздух пассажирский вертолет К-62 К-62 Я надеюсь, что в этом году закончатся госзаказы и мы будем их выпускать. Губернатор обещает купить несколько штук для того, чтобы весь край был перекрыт воздушным сообщением в том числе вертолетами. Но это все частные случаи. В принципе, то, о чем здесь говорил Владимир Николаевич, о том, что мы сейчас живем при капитализме и вернуться в социализм можно только, если абсолютное большинство народа, населения скажет нет, хватит. И на митинге будет выходить не 150, 300, не 1000, не полторы. Ну вот, недавно я был в сентябре на заводе «Прогресс», там митинг был большой, приличный. Вот когда выйдут тысячи и больше, вот тогда власть станет доброй и пойдет навстречу. А так их все устраивает. Им наплевать на то, что где-то умирают дети от заболеваний. И по телевизору каждый четверг или каждый день просит и требует дайте деткам на операцию в Германии. А триллионы рублей в резервном фонде России приснимеют эти деньги, что ли? Все это идет сознательно. Они не хотят наполнять экономику живыми деньгами, чтобы поднялась заработная плата, чтобы появился спрос. Просто кому-то надо, чтобы мы так дышали через раз. Поэтому еще раз говорю, вот жизнь и опыты Ленина, Сталина это для нас учения, которые мы должны вобрать в себя и добиваться, чтобы наша Родина была богаче, а народ был обеспечен всем необходимым. Можно долго рассказывать и дальше свое мнение и встали о сегодняшнем моменте, но я думаю организаторы этих чтений найдут возможность еще не раз пригласить вас для того, чтобы продолжить наши беседы. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слово представляется представитель ВКВВ Виктору Семеновичу. Так, а насчет книги. Книга Шипарова на Ветху книгу всех. Издание Комсомольская правда. На Лозо есть офис у них. Если надо, я еще приобрету. Деньги надо собрать. Я отдаю Комсомолу Тимошенко здесь. Я отдаю Комсомолу, но эта книга должна жить десятки лет. Поэтому беречь ее надо, как невесту. Понял? Все. Спасибо. Пока пусть постоит. Не добирайся. Виктор Семенович, слово мы будем завершать. Время ограничено. Всем здравствуйте. Меня зовут Виктор Семенович. Я представляю партию ВКПП Лилия Андреева здесь, во Владивостоке. Если кто не знает. Я обращаюсь больше всего, конечно, к студентам. И к невнимательности. Здесь, конечно, вы, наверное, уже устали от того, что здесь вам таких наговорил Владимир Николаевич эпитетов. плавленных революционеров, партийных бонзеров, что вы, наверное, уже не поняли, что же это такое представляет. Я думаю, кому не ясно, вы подойдете, ему зададите вопрос, и он вам расскажет. Кто такие плавленные революционеры, кто такие партийные бонзы, и прочее, прочее. Но я не в этом. Я хочу сказать вам еще роль Сталина в нашей жизни. Да, 21 декабря. Это круглая дата исполняется ему со дня рождения 140 лет, со дня рождения Осипа Сергеевича Сталина. Это был великий человек. И об этом, конечно, не только мы говорим бывшие граждане Советского Союза, хотя мы такими и остаемся, но весь руководитель капиталисты, выдающий деятели мирового сообщества, что он был великим человеком, именно великим в том, что его признавали все. И на этот счет есть такие выдержки, которые ярые антикоммунисты, как Черчилль и другие руководители капиталистических стран высказывались в его пользу. Именно, чтобы признавали его могущество, его ум, его мудрость. я могу вам здесь выдержки некоторые сделать. из-за руководителям, вот Луисон, Черчилль, сталин был величайшим и не имеющим себе равного умения руководителем, который принял Россию с собой и оставил ее с атомным оружием. Уже приводил здесь пример Владимир Николаевич. Большим счастьем было для России, что в год тяжелейших испытаний страну возглавил гений самой выдающейся личности, не имеющей нашему измерчивому и жестокому времени того периода, в котором проходила его жизнь. Вот как отзывается Сталин. Ой, Черчилль. Сталин ушел не в прошлое. Он растворился в нашем будущем. Как это не обечалить многих? Это эпиграф Пьера Куражей из книги Эдгара Украина о природе СССР. «После смерти на мою могилу нанесут много мусора, но ветер в истории развеет его и вовсе в Сталин». Опять же, вот цитата у Ильцина Черчилля. «Я встаю утром и молюсь, чтобы Сталин был жив, здоров, только Сталин может спасти мир». Почему он так говорит? «Потому что в годы второй правовой войны, когда Великобритании стало очень тяжело, и они боялись, что фашистская Германия, их увеличение у Ильцина Черчилля и Великобританию могут потопить совсем, то тут же он как раз по этому обращался. И почему он так высказывался? Теперь, когда Сталин на нашей стороне, мы, наверное, выиграем войну». Вот, английский писатель и драматурб Бернард Шоу. Это непростые люди, высказывая листа. Поэтому я еще раз обращаюсь к молодежи, чтобы вы это поняли, что это выдающаяся личность. Вот уже здесь Владимир, Владимир говорит вот так, нашей думы. Я дополнить хотел тем, что я также родился на Западе, но, как бы, если вы знаете Курскую дугу и Танково-Прохоровскую битву, то вот я оттуда, с под Прохоровки. И, конечно, наша деревня оказалась под занятая фашистами. У нас было пятеро детей в семье. Ну, отец, конечно, на фронте был. И еще плюс шестая наша тетя инвалид. По зрению. И вот одна мать работала только, у нас пятеро детей. Вы представляете, как мы там жили, в деревне? А ведь нужно было снабжать и фронт нашим продуктами, питанием. А к тому же еще и, когда мы оказались в оккупации, и немцы выгребали все, что хотели. Мы только оживали тогда, когда начиналось лето, и ушли на подножий город. Поэтому здесь говорилось все правильно. Очень тяжело, очень трудно. Но после окончания войны, вы знаете, в село пришло немного мужчин. И если бы те, которые пришли, они были инвалидами. И все трудности опять легли на нас, на детей, на женщин. Пахали. И пыков даже не хватало. Не то, что лошадей. Лошадей забирали в кавалерию, которые выбраковывают, которые негодные. Те, конечно, оставляли. Но и их тоже нужно было. И скотину кормить. Это чем-то было. Все. И опять пахали. Вы представляете, мне особенно жалко было женщин в деревне. Это вот сейчас здесь, в городе. У нас все, как говорится, услуги бытовые есть. И холодильники, и стирание машины, и все прочее такое. А это все у них ложилось тогда. Семьи были большие. Ложилось на руки наших женщин, матерей. И не очень их жалко. Жалко до слезы. И тяжело сейчас говорить об этом. Кому подходит корм. Но я скажу вам. Трудно. Правильно сказал здесь. Трудно нам жилось. Не богатого жения. Бедно, да. Но были счастливы. Счастливы потому, что перед нами все были двери открыты. Приложи ум, руки, и ты будешь человеком. И мораль совершенно другая была. А двери в деревнях никогда не закрывались. Если закрывались, то только на веревочку. Никаких замков не было ничего. Да и в городе при советской власти жили. Мы не знали, что такое остальные двери. Что такое решетки. А мы сейчас живем как? За стальными дверями, за решетками. Богатее за этими высокими заборами. В коттеджах и прочее. Разъявил это общество. Вот она. Где она свобода? А это не свобода. Свобода, когда тебе дается выбор. Работа, учеба, здравоохранение. Все это было. И с каждым годом, я вам скажу, жизнь улучшалась. Да, и такими темпами большими, конечно, мы не были так, не купались в роскоши. Но жизнь улучшалась с каждым годом. И люди были счастливы. Они не боялись завтра шедня, что они останутся без работы. Или не смогут учиться. Или не смогут лечиться. Все это было. И поэтому те, кто жил при этом времени, он знает, понимает, который морально устойчив, еще к тому же. И общение между людьми было благостно, я вам скажу, честно. И не было злобы на кого-то. И не было злобы на кого-то. Ну, вот теперь, я бы, конечно, много вам говорил еще бы о Сталии, о репрессиях, о том, которые придумали, такие как Солженицын, ну, от самого слова, Солжи. Ну, и это и есть его ложь. Самое натуральное. Это дойти до такого уже бешенца, еще как Александр Яковлев, там глагольное шло, 60 миллионов погублено репрессиями. Это вообще уму непостижимо. Такую чушь говорить. Это все неправда. Это все глобно подговорить. Они спасались с моей шкурой и вот так вот длили грязь. Я уже давно не был на своей родине, лет назад, теперь и сейчас и возможности нет. И действительно, здесь уже сказали, особенно, что из пенсионеров она все хуже и хуже становится. А то, что они говорят там на дефляции, это тоже неправда. Они надолго недавно уже и ценами забрали еще больше. И то, что если они там будут компенсировать, это мелочь, это все это так, чтобы отвести от себя негодование. Какие будут вопросы ко мне? Я думаю, к сожалению, что времени вышло, конечно, мало. Поэтому, да, если кто хочет встать или обратиться к нам, на каждый вторник проходит пикет, на пикете там и наши газеты бывают, и представители, поэтому обращайтесь сюда, если хотите. выступать. И вообще, друзья мои, студенты, молодые, товарищи, будьте длительны, чтобы вы в голову себя не забивали средствами массовой информации виничной буржуазной. Вот. О конституции, вот здесь тоже было немножко сказано, да, почему Сталинская конституция 36-го года называется самая демократичная. Она действительно так она и есть. Вот она у меня здесь. Я вам сейчас покажу. Анатолий. Анатолий. Регламент. Да. Сейчас отмельчу. Вот я, кому же власть принадлежала по конституции 36-го представителя? Вот статья 2-я. Политическая основа СССР. А, статья 2-я. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся. Статья 4-я. Экономическая основа СССР составляет социализирование капиталистическая система хозяйства и социалистическая сокровуюсть на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации капиталистической системы хозяйства, обмены частной собственности на орудия и средства производства и уничтожение эксплуатации человека человека. Вот вы понимаете? На средствах производства. Сейчас средства производства, а они сейчас в буржуазии находятся. И теперь статью 2-я. Это я вам прочитаю. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся отсутствующей формой хозяйства в СССР, допускается закону мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустовей, основанных на личном труде и исключающих эксплуатацию чужого труда. Поэтому частное мелкое собственность допускалась, но без налега чужого труда, без эксплуатации. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Это было самое великое ликование. Понимаете? Но я родилась позже. Но два момента в своей жизни я помню. Это первое, второе ликование. Это, конечно же, полет Гагарина в космос. В 61-м году, когда все выходили на улицы, кепки бросали вверх, кричали Юра, Юра. А второе, это трагическое событие, когда мне было 5 лет, но я помню 5 марта 53-го года. Я ничего понять не могла. Почему все плачут? Мама обнимается с соседками, голову положила ей на плечо, она ей. Плачут все на взрыв. В поезде едут, все рыдают, все плачут. Я, мама, мама, отстань, Сталин умер. Вот вы мне скажите. Вы, наверное, знаете, как вы слышали когда-нибудь хоть об одном правителе, о котором так плакали? Ну, еще лень не плакали, но и то меньше. Или скажите, назовите мне хоть одного полководца, генерала, адмирала, с чьим именем шли в бой? Ни одного вы не можете назвать. Даже с именем Петра Великого не шли в бой. Правильно? А с именем Сталина шли и кричали в бой за Родину, в бой за Сталина. Понимаете? Вот делайте выводы, ребята, молодежь. Я вам предлагаю взять вот там шикарные газеты. Почитайте. Не идите на уловки теперешней власти. Не дай бог, бут-бут-бут, сейчас нам придется с вами встать в ружье. Ни один из нас не будет кричать в бой за Путина. Правильно? Вот делайте выводы. Спасибо большое. Спасибо. Всем здравствуйте, друзья. Наверное, подведу логический итог сегодняшних выступлений. По большей части буду обращаться к студентам. Еще раз благодарю старших товарищей, которые выступали перед этим. Иосиф Виссарионович Сталин одна из самых противоречивых фигур в истории России. Я уверен, что ребята, которые здесь находятся, по-разному относятся к этому историческому персонажу нашей страны. Великому отводите. И что я хочу сказать. Относиться к нему можно по-разному. Абсолютно. Можно любить его, можно не любить. В этом зале найдется много различных мнений. Но, говоря о прошлом, мы должны думать о будущем. То есть, зачем мы вообще проводили сегодняшние мероприятия? Чтобы у молодых людей, которые пришли, прослушали эту информацию, был повод осмыслить как раз-таки историю нашей страны, период правления, иосифицированных штатов. Сто лет назад, почти сто лет назад, Россия закончила гражданскую войну. Наша страна находилась в руинах. Был голод, разрушено сельское хозяйство, промышленность. У нас не было абсолютно ничего. Люди голодали. Страну покинул цвет нации. То есть, тысячи ученых, интеллигенция. Все покидали нашу страну, все убегали от непонятного будущего. Они не знали, что с ними будет, они не знали, что будет с этой страной. И за 20 лет управления иосифицированных штатов в 1941 году Советский Союз вышел на мировые вершины. Он догнал, а перегнал запад. Мы стали ведущей индустриальной державой, ведущей сельскохозяйственной державой. Впервые в мире было введено бесплатное образование, 8-часовой трудовой день. То, чем мы пользуемся сейчас. Тысячи предприятий, которые были построены почти 100 лет назад, до сих пор работают, если они еще не расстроены. В 1991 году Союз РУ. Опять-таки, можно по-разному относиться к этому нашему историческому этапу. Было большое количество минусов, было большое количество плюсов. Но сейчас наша страна уже 30 лет находится под эффективным управлением, так называемым, демократами. Если за 20 лет правления Иосифа Сергеевича Сталина мы достигли небывалых вершин, то сейчас за 30 лет правления тех людей, которые никуда не уходят, которые правят якобы демократическими методами, не изменилось практически ничего. Россия сейчас на 50-м месте, рядом где-то с Угандой и Гондурасом по уровню жизни. По уровню зарплаты мы не достаем ни до одной европейской страны, опережаем, может быть, разве что только Украине. И у большинства, я уверен, здесь находящихся, нет уверенности, как раз таки, в завтрашние дни и в своем будущем. Никто не знает, где он будет работать, как он окончит университет, возможно, кто-то не знает, где достать денег на учебу или прочее. И отношение государства, которое сейчас находится у нас здесь, отношение его к людям, оно абсолютно бесчеловечно. Такое небольшое наблюдение. Если в Советском Союзе у нас было бесплатное образование, бесплатная медицина, государству было важно таким, каким будет человек в его стране. Ему было важно воспитать детей, которые в будущем будут работать учителями, врачами, инженерами. Сейчас на абсолютно каждого жителя нашей страны, нашему правительству плевать. Вот просто, на каждого здесь сидящего. И это можно сделать по простому примеру, то, как относится как раз таки к нам всем, к молодежи. Учителя — самая важная профессия, самая важная специальность в жизни каждого ребёнка. Те люди, которые должны воспитывать как раз таки в нас отношение к современному миру, наше отношение к жизни, получают личинские зарплаты. Образование у нас постепенно становится плавным. И нам внимания как раз таки вообще абсолютно не уделяется. Ни в университете, ни в начальной школе, а ценность высшего образования сейчас ниже к импульсу. То есть те же студенты, которые учатся по направлению государства муниципального управления, после окончания университета будут получать зарплату 25-30 тысяч. И я призываю каждого, наверное, как раз таки переосмыслить ошибки прошлого и решить для себя, каким оно было, хорошим или плохим. Потому что только осознавая ошибки прошлого, можно строить своё будущее. Без тех минусов, которые были тогда, без тех перегибов, которые были тогда. И только так можно что-то изменить. Всем спасибо. Здравствуйте. Слышно? Дорога. Здравствуйте. Отлично. Здравствуйте. Меня зовут Артур, я комсомолец. Я член партии КПМР. Я работаю в местном отделении партии институтом организационного дела. Я хочу напоследок сказать вам, как молодым-молодым, если вы интересуетесь, если вы сомневаетесь в нашей партии, то просто посмотрите по последним законопроектам, которые выдвигали в Государственной Думе, как голосуют члены нашей фракции, как голосуют остальные фракции. Посмотрите по всем самым-самым важным вопросам, которые в интернете обсуждаются. Ну, я понимаю, вы же не смотрите телевизор, как я, собственно. Мы ищем информацию в интернете. И посмотрите просто статистику по вопросам по законопроекту о повышении пенсионного возраста, о запрете оскорбления власти, кто выдвигал законопроект противоположный о запрете оскорблении избирателей. Просто проанализируйте, посмотрите, что происходит. Это что касается самых верхов, что касается низов, что касается нашего города. В частности, старички, они много разговаривают. Они, ну, действительно, они очень много говорят, но это потому, что они уже не могут много делать. Много делать должны мы, мы должны херачить. Понимаете? Это правда. На нас лежит ответственность, и мы с ней пытаемся, пытаемся, пытаемся справиться с этим. У нас не так много. Ступайте к нам, мы вместе мир перевернем. Это мы этим и занимаемся. Спасибо. Друзья, заключительный оттенок будет оставаться Владимиром Николаевичем Ибываевым. Я вышел к вам повторно для того, чтобы попросить извинения у всех тех, кого приглашали мы на доклад. Потому что некоторые спутали, что такое доклад и что такое конференция. Конференция у нас будет 20-го числа, крайковью, 5 часов. А мы здесь, не знаю почему, по желанию кого-то или хотению, этот доклад превратили в конференцию. Поэтому еще раз я прошу, просто вас прошу извинения. тех, кому приглашали мы на доклад. Не будет вам прощения. Надо только на торжественной ноте закрыть наш доклад, который перешел в конференцию. Потому что за счёт bigger музеги, мы прошу их. Приятного。 Я LSchereng. Каждый поезд. Ответвook. Гот Korea.